всем привет с вами был 419 и это как я обещал вчера итоге 2022 года виртуальной реальность такой типа подкаст где отчет поговорю на основе заметки на которой можете перейти по ссылке в описании если кто не знает я на сайте делаю по каждому году такую заметочку новость виртуальной реальности там начиная по моему семнадцатого года что ли сайт уже шесть лет если вдруг кто-то не знает вот поэтому поговорим про двадцать второй год дерьмо конечно я думаю сами все знаете поэтому нибудь на ростом будем о виаре кто не хочет слушать там час или насколько меня вы изговорили можете почитать на сайте статью приступим да кстати важный такой важный итог года вчера был стрим на канале стрим офигенно зашел 80 человек в максимуме очень круто очень приятно что все пришли это здорово если тот пропустил за ним смотрите я добавлю ссылочку в описании разыграли там ключи надеюсь все их получили кто не получил напишите мне разберемся для меня это было в новинку это было прикольно будем думать повторять может быть когда-нибудь будем не обещаю прямо но опыт есть интересно мне по мне саму даже понравился вот сейчас запишу этот подкаст и пойду пересмотрю да важная важная ремарка там на четыре часа то есть мы реально сидели четыре часа разговаривали от было прикольно теперь по поводу итогов года вот видите здесь ссылочки на старый как я сказал на старые посты начиная с семнадцатого все верно в январе 22 я делал ролик о теевые игры ждут от втором сейчас скажу что там вообще делал о чем там была речь до сходу не помню вермотно киберпанк вышел вышел у меня есть на него обзор он вышел даже чуть раньше вот втором он вышел конце 21 честно говоря он не играбельный и прожорливый и вообще народ пишет комментах уже год спустя что он не работает уж киберпанк за это время обновился сто раз поэтому это не удивительно но может попробовать поищите поиском вермотно киберпанк у меня на канале есть видео можете скачать он бесплатный бесплатно без смс если у вас есть киберпанк лицензия попробовать расскажите как она дальше зенит зенит огонь про него будет несколько раз сказано зенит мы ждали я ждал его лично это может кто-то пропустил зенит the last city игрушка до сих пор обновляется офигенно обновление выходит сами у него сейчас конечно не играю но я на этом около 40 часов короче игра себя оправдала на сто процентов часа идет распродажа в стивен там помню 340 рублей стоит обязательно беритесь пропустили лоуфа это киберпанк в открытом мире который делают уже несколько лет чувак я не знаю там один чувак или их студия хз короче суть в том что я должен выйти двадцать втором но все мужчины идут сторон но его релиз перенесли на двадцать третий год на февраль они хотят он мне по крайней мере в твиттере ответил то что они хотят выйти сразу и на пока в стиме и на psvr 2 вот так вот поэтому ждем и если мы говорим о том а какие игры ты ждешь под этим году а вот узнать кроме того файл в общем то ничего и не жду если так подумать потому что мы шляп на вот чем написал сути лево отлично пришлю потом ключик после после подкаста так сердце россии для его трека перенесли на неопределенный срок понятно да за даркнесс vr тоже перенесли на 23 там такая что-то типа бонаркса я не знаю что не ходит дамка была кривая но хотя может и будет и хелсвейпер тоже перенесли на 20 вот так что игры которые ждала двадцать втором половину перенесли на 23 принципе на этом можно и закончить сам ролик может посмотреть так дальше 4 января вышел мод для resident evil 2 явно сам не играл у меня я впал тут супер брюшу я в него играл почему здесь поставил обзор дэна не знаю короче мод в принципе неплохой но достаточно прожорлива опять же производительность если у вас есть серия этих игр там мод и на 2 есть и на 7 на 8 но четверка есть на кости понятно этому это все знают можете поиграть если пропустили но опять же сам этот resident evil 2 уже сто раз обновился там уже добавили версию с лучами поэтому даже у меня ролик есть на канале про то как ставить этот мод он уже скорее всего не актуально потому что он прошел год извините поэтому ищите сами но он есть если кому кто-то хочет поиграть в рези к варе вот можете тогда что у нас на 5 января sony дали больше инфы про psvr 2 про psvr 2 у меня есть я потом делал ролик уже осенью почему они ждут psvr 2 может посмотреть его там минут на 20 говорили если кратко описать характеристик сейчас на экране если катка блин во-первых нужно приставку то есть если у вас есть приставка playstation 5 то не вопрос конечно вы ждете psvr 2 если вас нет приставки playstation 5 например как у меня у меня было после 3 когда-то и продал успешно другу потом за 5000 вот если у вас есть приставка будет письмо 2 из вас нет приставки не знаю мне кажется лучше взять какой-нибудь квест пика индексу выберите нужное и купить там карту пока не нормально стоят и играть в пк игры просто потому что во первых я не знаю как там с покупкой игр сейчас на солнце по-моему никак 2 оперативу там не сможете второе то что даже если дать покупки там были это конский ценник потому что по-моему вот этот харизин за call of mountain вот хрень да про нее тоже быть дальше сказано он там что там 5000 штукал того ну камон я не готов по 5000 отдавать за вар игры то ли дело steam заходишь да там час алекс стал 2000 стоит но на скидочке он стоит там 500 рублей по моему и по моему это вот более вменяем поэтому нужна приставка для меня это минус это все еще провода как бы мы не а вот мы кстати сам харизин как бы мы не говорили провода а я не хочу провода уже два года игра на кости по беспроводу и на провода меня никакими коврижками не заманишь даже несмотря на бандинг несмотря там на черные поля у пика по краям и так далее вот поэтому как бы я свердывает хорошо хорошо что него делают это лучше чем без 1 потому что без вар один это ужасно это уже это ужасно устаревшая хрень плюс вот эти ужасные контроллеры так что окей то есть кто хочет ждать да и цена его потом дальше тоже будет обозначена там там 550 долларов это за сам шлем плюс вам что нужна приставка поэтому короче все это вылиться сколько приставка стоит 50 по моему часто это ну короче тысячу 100 вы уложитесь меня например не готов 19 января вышла да так себе новость но если кто-то пропустил вот этот подкаст у нас там дух почти двухчасовой подкаст с дэном где он мне задают эти вопросы я за я задаю всякие ответы вот она вышла в конце января может посмотреть на канале найдете поиском 20 вопросов кому интересно то там я отвечаю в том числе на вопрос почему не 419 часто вопрос вот тут самый зенит 27 января блин зенит вот сейчас в стиме идет голосование за игру года вир блин этот позор там реально позор там hitman green hell among us бон лап еще что-то это я забыл а и inside the back rooms неожиданно про который мы делали я делал на него обзор мы с данным играли ну блин это номинировать это на его вода это я не знаю просто жесть про остальное еще потом поговорим хитмана я не играл может он неплохо green hell там что-то криво на старте у него было еще сказал бон лап я пробовал вообще отдельно скажу вот почему там нет зенита я не знаю да я понимаю что не все любят по моему например я тоже не люблю ему но вот если мы говорим про и вот если спросили сейчас игра года да ну я конечно может быть сказал потому что лон условно говоря ну и понимаешь это не для всех а вот зенит он как раз вот самое она это от в отличный отличный м м у проект вот у нас я мамо шифта вяре немного что там у нас есть этот умерший наверное уже полностью орбуз там за 2000 рублей township tail но он настолько скучный я не знаю насколько возможно вот насколько возможно сделать скучную вот это он что по крайней мере он показал после обучения у меня есть обзор на него даже 22 22 ролика а звенит от прямо огонь это чисто мошка она заточена на боевку вот на это все да она может показаться однообразный там квесты вот эти принеси подайся за убей 10 крыс но играется охраняна света да он вышел вот если кто помнит вспомните это просто вот это было огонь вот эти несколько дней особенно начали мы когда игра лютами надо у меня 3 ролика про зенит вот этот потом зенит про прокачку и зенит его можно перевести автоматически если кто то не знает про это тоже просто 1 канале забейте зенит это мы несите ролик и выскочит решить это было restrict а тот особенно вот этот начало первые дни когда мы записывали как дэн тогда сказал правильно я сама тебя поймал на этом ощущении, когда ты заходишь, когда старт игры был, там онлайн был офигенно. Сейчас, мне не знаю, сейчас, например, человек 100 в стиме. То есть, ну, так себе, скажем, да, и мы можете. На хайпе там было несколько тысяч. И вот это вот чувство, когда ты в VR играешь в этот зенит, посмотрите, тролик обязательно пропустили, когда ты идешь по этому миру, и вокруг люди какие-то, кто-то разговаривает, какие-то компании. Вот тогда Дэн сказал, он попал в точку, я поймался вот на том, на той же мысли, что я испытываю то же самое, вот как ты идешь в день города, по городу, там все бухают, все радуются. Вот примерно то же самое было в зените, в VR. Это было очень офигенно. И вот поэтому я говорю, мне очень жаль, что зенит не попал хотя бы даже не на... Я его номинировал на игру года VR, что он туда даже в голосование не попал, но это дичь. Это реально обидно. Игрушка классная. Мало того, игрушка классная, она обновляется, там уже вышло два крупных патча с новым контентом, поэтому я говорю, если вы пропустили, за 300 рублей, как бы там 350, обязательно берите. В этом плане они молодцы. Хотя, честно говоря, мне кажется, что не просто там им, по-моему, инвесторы дали 30 лямов, они, короче, баксов, они, по-моему, взяли 30 лямов, им вообще похер, сколько там играет на сервере людей, у них деньги есть, как-то мне везет ли я играю, у них деньги есть, они что-то делают, а выкатывают контентом, совершенно все равно, сколько там онлайн и все. Вот, ну, как бы, мне нравится, короче, если пропустили, посмотрите. Так, февраль, да, тут еще обещали выпустить сердце России, вот тут геймплей, можете посмотреть, все это классно выглядело, но потом, по понятным причинам, отменили, да, вышел, вернее, не отменили, а перенесли на неопределенный срок. 21 февраля вышел Quake 3 Arena на квесте, и, как-то, немного не в тему и на пить, он тоже есть, если вдруг кому-то надо, если вы не знаете, что есть Quake 3 Arena нативно на квесте, теперь вы знаете, посмотрите ролик у меня на канале, там показано, что, как сделать, единственное, что вам надо будет купить лицензию Quake 3 Arena, а, наверное, она сейчас не продается в стиме для РФ заблочено, но вы можете найти ключи от Quake 3 Arena на сторонних сайтах, там, типа, платирую, все-таки в таком роде, короче, разберетесь, на коняк, может, пиратку скачать. Он реально нативно работает, на Костя, почему я рассказываю, почему я, почему вообще на этом заостряю внимание, потому что Quake 3 Arena, это такая культовая игрушка, в универе мы прямо в нее очень много играли, я очень долго ждал ее выхода в VR, этот полноценный VR, руки, вот это в 6 степеней свободы, все, как мы любим, там можно бежать вперед, стрелять за спину и так далее, так что, если кто-то не в курсе, что есть Quake 3 Arena, VR-ный, он есть, но на Косте, то есть на Компе его нет, а вот на Косте он есть, на Косте и на Пико, на Пико там отдельная сборка своя тоже, по Гоурте. Дальше нам показали в феврале, да, дизайн PlayStation VR 2, не знаю, он, конечно, он выглядит громоздко, во-первых, ну ладно, хрен с ним, контроллер вообще жесть, хотя потом там дальше будет упоминаться о том, что обзор смотрели, сказали, да там все нормально, не знаю, выглядит тут странно, я, в принципе, про PlayStation VR уже сказал все, что хотел. Потом начался Март, началась жесть, Роскомнадзор начал получить Oculus, Meta, Facebook, вот этот весь экстремизм, я думаю, вы знаете, я даже не буду тут плашку вставлять. Да, с этого момента я теперь должен в каждом ролике, когда я говорю, Facebook писать, что Facebook это экстремисты, и Meta это экстремисты, но я говорю это словом, поэтому плашку вставлять не буду. Началась вся вот эта канитель, короче, нездоровая, и отключили, я проговариваю, отключили Visa и MasterCard, возможность оплачивать для россиян, российскими картами, западные сервисы, поэтому, когда народ говорит то, что Steam не хочет моих денег, Steam вообще ни при чем, если вы вдруг не понимаете, Steam хочет ваших денег, более того, скажу, я без проблем Steam дальше пополняю, найдите меня на канале, как пополнять Steam через WebMoney. Я всех этих там 10 месяцев, я без проблем плачу через WebMoney. Единственная проблема буквально, вот на днях этим буду идти, у меня запросили видео верификацию, до сих пор проверяют. Это странно, потому что у меня начальный тестат 15 лет назад сделанный, где я физически приходил в офис, к этому чуваку показал, что существую, и платил, что за это 100 долларов, теперь они с меня хотят видео верификацию, это странно, но, бедно мы одобрят, в любом случае, куда не денутся. Так что, если вы не знаете, как покупать игры в Steam, посмотрите ролик у меня на канале, почему я не говорю про Тиви, там слишком конская комиссия, то есть, через Киви вы потеряете 10%, через WebMoney, вот я другу переводил, он, ну, грубо говоря, он мне дал 20-19 рублей, а ему пришло на кошелек 2077, да, я тоже порадовался этой сумме. Так что, это выгодно. Геймер с верификацией, регистрацией, видеоиде, вот это все, да, он присутствует, посмотрите, у меня есть ролик на канале, как нам что-то делать. Вот, и дальше, да, вот эта вся блокировка привела к тому, что вы не купите игры сейчас для Oculus, то, что вы Oculus не можете обновить без VPN и так далее. Ну, в принципе, мы сейчас находимся в конце 22-го года, я все еще в России, я в Брянске, поэтому, как бы, VPN я использую не только для квеста, это и новости, это и Spotify, это и Twitter и так далее, поэтому, если у вас нет VPN, а почему-то, наконец, 22-го года, за это пока не сажают, за призы выставить VPN, да, надеюсь, вроде не сажают, вот, то ставьте его, оно вам пригодится не только для квеста. Весь этот геморрой, короче, вот, он, это надолго, поэтому, если вы планируете использовать квест 2, да, то вам надо заботиться VPN. Какой VPN брать, не спрашивайте, у меня свой, сходить на 4PDA в тему квест 2, там обсуждают разные VPN, платные, бесплатные и так далее, с этим вы разберетесь. У меня есть несколько роликов, вот этот ролик мартовский, что, как происходит, потом про обновление, такой общий ролик тоже, где я общие вещи рассказываю, и про то, как пополнять в обмане, вот, а, кстати, прямо сюда я вставил, какой я молодец, вот, посмотрите этот ролик, как пополнять через обмане. Да, и, кстати, тут еще такой момент, то, что вот как раз-таки в марте YouTube отключил монетизацию, ну, там даже не то, что YouTube отключил монетизацию, а сенсор отключил монетизацию, если вдруг кто-то не знает, то у меня же не только YouTube, у меня еще вагон сайтов, где реклама была, поэтому мои доходы так, пух, полетели вниз, ну, и даже я хотел тогда, был момент, когда я хотел закрыть канал, перестать им что-то делать, ну, я все еще здесь, вы все еще здесь, это отлично, так что продолжаем работу. Да, если вы хотите меня поддержать финансово, то в описании под роликом будет ссылочка на Umani Donat, где вы можете через карты или через Umani затянут мне денег. Не то, чтобы опухнуть голоду, но сам факт того, что упала в несколько раз доходность, это неприятно, конечно. Так, далее. Дальше нам показывают новый шлем Project Cambria, который забегая вперед, будет отмета со звездочкой, которые экстремисты, да, про которые мы потом еще поговорим подальше, подальше, попозже. В апреле нам показывают Half-Life 2 VR-мод, кстати, который, я бы тоже, он потом тоже выйдет, в августе или в сентябре, который я бы тоже номинировал на игру года VR, но его нельзя номинировать, потому что старая игра и все, нельзя. Поэтому там всякие космонавты, а вот нормальная игра туда нельзя номинировать, печально. Сам мод, если кто-то опять пропустил, отлично играет, вот прям как реально полноценная VR-игра, очень чуваки классно сделали, плюс, в отличие от Bonlabo, про который еще потом скажу, они в течение первой недели выпустили, по-моему, три патча, поправляющих в сети, минуточку, на бесплатный VR-мод. Бесплатный, то есть, ну, у вас должна быть куплена игра, а сам мод он бесплатный, чуваки в течение, и они спорты работают, что-то выпускают, это очень круто. Если кто-то пропустил, у меня есть ролик, потом дальше, там он будет, по-моему, упоминаться, посмотрите, что, как там делать, там, как 4К текстуры ставить, и так далее. Сами, честно говоря, пока ее не прошел, где-то, там, игра помню, что 5 или 6, но вот если мы говорим про игру года, да, вот, ну, вот, зенит, хорошо, Half-Life 2 VR-мод, второй мой, скажем так, кандидат. Дальше продолжается, значит, этот разгон темы про Project Cambria, который потом покажет, который станет квестом Pro, пока не останавливаемся. Да, пика, пика будет потом, это еще Pika 3, Pika, Pika 3, да, Pika Neo 3 Link выходит в Европе, а фишка Pika Neo 3 Link в том, что там есть прямое соединение без кодирования через DisplayPort. Поэтому, если кто-то не любит пережатые картинки, там, не любят бандинг и так далее, то вот это ваш вариант, но проблема в том, что он сейчас уже не купишь. Вчера кто-то в чате, как раз на стриме, говорил, что его уже не найдешь. Но, суть, там, собственно, новость, это почему здесь появилась, потому что чисто китайская компания, которая делает вещи чисто для китайского рынка, она вдруг взяла и поперлась в Европу продавать там вот эту штуку. Из этого потом еще дальше вырастет Pika 4, чуть попозже предскажу. Характеристики, да, можете посмотреть, поставить на паузу. Но стоит ли покупать Pika 3 Link, который, беспорядок сигнала, если вам нужно прямое подключение по кабелю, наверное, стоит. А если просто по беспроводу играть, не знаю, возьмите квест. Он, конечно, дешевле, вот эта хера Бора, но, как по мне, гемора будет больше. Может, у тебя посмотреть, обзор у него есть, обзор на эти пить. И вот про третий он там не очень хорошо отзывался. У меня самого ее нет, поэтому я могу только опираться на обзоры. Да, показали в апреле, в конце апреля показали трейлер Bon Labo. Давайте про Bon Labo по-позже скажу. В мае Цутерберг продолжает показывать этот Best Pro, причем, блин, ну, это, конечно, реально дичь, вот это заблюривать шлем. Не знаю, зачем. В июне Pimax показали Pimax Crystal. Pimax и Pimax кому больше нравится. Можете посмотреть на характеристике. Я не рассматриваю продукцию Pimax, а потому что, во-первых, у меня был Pimax 4K. На сайте можете найти статью, почитать все, что я там о нем думаю. Если кратко, он у меня глючил, не работал. В итоге его отправил обратно на Алиэкспресс, благо его приняли. Не то, чтобы я не фанат Pimax, то есть, есть тот же самый Century, который Pimax 8K использует и вроде бы доволен. Ну, хз, это такое. Это, опять же, это провода, это конский ценник, это базы надо по дому ставить. Да, это больше угол обзора, но, блин, я не готов платить за угол обзора вот этим всеми остальными неудобствами и там геморсовтом и так далее. Короче, это такое для энтузиастов. Я все-таки стреляю. Как народ говорил, там, да, народный VR. Вот я стараюсь быть где-то ближе к обычным людям. А вот эта херота, она не для обычных людей, короче. Так, дальше показали, значит, этот трейлер Horizon Call of the Mountain. А, и, собственно говоря, они показали там игры, которые выйдут на Сонти на PSVR 2. Они говорят то, что вот Resident Evil там выйдет, значит, специальная версия Walking Dead. И на что я говорю, справедливо то, что, а где же эксклюзива? Вот кроме этого Horizon, в принципе, нету ни хрена, потому что... А, опять же, так нарезик мод есть и на ПК есть, так подумать, на Village. Ходячие выходят, господи, везде, даже на квесте нативно. А причем они уже вышли, а на компе появятся позже. И... Ну, Man's Sky там будет, да ладно, он на ПК уже тоже несколько лет. И все. Из чего я говорю то, что, а какие там игры будут тут, когда мы говорим, да, про PlayStation VR 2, а какие там будут игры на Horizon? Тут хорошо, он будет стоить 5000, но тут непонятно, насколько эта игра вообще будет по времени. Может, за пять часов проходится. Ну, я не знаю, предполагают, может быть, за пять, может быть, за десять. Стоит от того. Хз. Короче, суть в том, что PSVR 2 это лучше, чем PSVR 1, но где игры, где эксклюзивы? Я пока вижу только не эксклюзивы. Все остальное можно либо играть с ПК, либо играть на квесте. Ну, непонятно. Я думаю, вы мое отношение эскистицизм к этой хрени, в принципе, понимаете. А кто не понимает, то посмотрите, вот как я сказал, мне есть ролик, почему я не жду PSVR 2. Я обновил свой видео, худая новость, как это, маленький шаг для человечества, большой шаг для сообщества, что-то такое говорится, сейчас, короче, не вспомню. Короче, купил 360, про 360, посмотрите, часовой ролик, сравнение с 1060. Если очень коротко, то я купил ее, я заказал ее весной в конце апреля за 54 тысячи, и пока она мне за полтора месяца приехала, она стала стоить 35. Ублюдство, ублюдство, ну, как хули делает жизнь такая. Вот. Про саму видеофу прошло сколько, уже больше чем полгода, да, я поставил в июне, в начале июня. Отлично работает, слава богу, без нареканий, даже чутка там разогнал. Плюс 150 МГц, и все отлично. VR тянет на моих настройках, и на квесте, и на пите, в принципе, все хорошо. Сейчас на пите я играю 72 Гц, 20-24 на глаз, через VD школу, пресет, медиум. На квесте я играл тоже 72 Гц, там, по-моему, было 1800 на 1800, что-то такое. Ну, ролик посмотрите, там я подробно расскажу. VR, по-моему, тянет весь, ну, например, вы можете посмотреть, вот, вчерашний мой стрим, где я каяк VR играл, а каяк VR, это про него будет дальше, это одна из самых красивых игр, которые вышло в этом году, все он там отлично тянет на максимальных настройках, на кинематике. Ну, я сказал вот про разрешение, поэтому это круто. А вот проблемы с модами, там, с киберпанком, с этим аутербайлдсом, например, они, в принципе, так остались. То есть стало лучше, но проблемы есть, поэтому там надо разрешение уже уменьшать. То есть, имеет ли смысл переходить здесь 60 на 360, имеет, потому что вы выбираетесь из репроекций и можете там чутка еще разрешение повышать, в принципе. Но с модами, ну, мода не на той моды, там будка сети, понятно. Кому интересно, подробно посмотрите этот ролик. Дальше прошел оплот VR Showcase, на котором показали, по-моему, ничего. Обновление Zenith, Greenhouse VR, который вышел достаточно неоднозначным, Hubris и Hellsweeper, про это мы сейчас дальше еще поговорим. Собственно, вот я говорю о Zenith, это вышло два крупных дополнения, вот это было одно из них, вышло летом, там добавили какие-то новые небесные крепости, а, кстати, самому не смотрел, если честно. То есть, если кому приелся обычный контент, там есть необычный контент. Почему я говорю, что Zenith молодцы. Дальше про то, что, да, больше не нужен аккаунт в Facebook, который признан в России экстремистской организацией, и теперь там надо Meta, которая тоже признана в России экстремистской организации. Подробно про ролик перехода, если вдруг кто-то не сделал этого, посмотрите у меня есть на канале. И важный момент для тех людей, которые используют просто обычный Oculus проводной, там Rift S, какой-нибудь Rift S1 или, не дай бог, там Rift DK2. С 1 января ваши шлепы превратятся в тыкву, если вы не создадите этот Meta-аккаунт. Вам должны были прийти письма на почту. Да, то есть, это не только для квестов переход. Для квестов переход тот начался еще летом. А и для тех, в том числе, кто вот на проводных шлемах сидит, имейте в виду, вам надо до конца года создать этот новый аккаунт и туда все это перенести. Как это сделать? Ролик, посмотрите на канале, он есть. Я делал. Ну, в принципе, я говорил, что так будет, оно так и есть. Поэтому, как только появилась возможность, как только сказали, что в какой-то момент эта хрень вся закончится, что надо переходить, я сразу и перешел. Вот. Так что и вам того же желаю сделать. Да, там понадобится везде ВП. Про ОПН и сказал, читайте на этом самом, на ЧПД. Вот, даже сносочка признана, да. Эту ебалу теперь приходится ставить везде. Так, 12 июля вышел каяк VR. Как бы тоже там маленький шажок для человека, большой шаг для человечества. Если кто-то не знает, что это каяк VR, посмотрите. Посмотрите мой вчерашний стрим со второй половины. Я там показывал, что это каяк, все локации показывал. Ну, игрушка такая, скорее техно-демка, но она очень классно и красиво выглядит. И рублей 500, наверное, стоит сейчас в стиме. А может даже дешевле, я не знаю, сколько он стоит. Сколько стоит каяк? Ну да, 500 рублей, короче, это скидка. Вот. Это больше, конечно, техно-демка, если так подумать. Ну, там, игре 4 локации с разными погодными условиями, но, как бы, если вы не знаете, что показать друзьям, там, дарить им от VR, если сами там хотите почилить, то покупайте каяк, вот так все. Я говорю, вот вчера я в реальности играл на стриме, может посмотреть. Поэтому, как бы, а почему я на нем заострял внимание? Ну, потому что, действительно, игра с, ну, скажем так, с выдающейся прорывной графикой, плюс там есть все вот эти навороты типа, там, DLSS, этот, FSR и так далее. Только лучей нету, который Ray Tracing. Ну, в принципе, там без лучей нормально. Ну, так что каяк, я его ждал, я его дождался в принципе. Ну да, я наиграл в него там сколько, наверное, часов 8, то есть в него каждый день играть не будешь, но именно вот как новый игровой опыт, это очень классно, конечно. Что называется, рекомендую. И да, там еще режим гонок. Короче, стрим, посмотрите, вчерашнюю вторую половину, я там прям вот каяк играл живу. Дальше, Stray, о да, 19 июля вышел Stray, Stray, это вот та самая игрушка про бродячего кота, и вы не поверите, я ее крайне положительные отзывы, я ее номинировал на игру года, без VR, и я ее, она туда попала, в эти, в премию Steam, я голосовал за нее, как за игру года, серьезно. Почему я говорю сейчас здесь про плоскую игру? Потому что именно, на примере этого Stray, я разобрался с вот этим, как запустить 3D игры в VR, если вы пропустили этот ролик, обязательно посмотрите, там логика какая, вы можете любую, ну, практически любую плоскую игру запустить на большом мониторе в VR и добавить туда 3D. Через решает. Это бесплатно. Единственное, что там должен верчал десктоп, который вы покупаете либо в Steam, либо на квесте, либо там на пейте, в зависимости от того, в чем вы будете играть. Так вот, тот самый Stray я полностью прошел, сидя в VR с геймпадом, он просто под геймпад заточен, игрушка огонь. Ну, мне примерно нравится киберпанк, мне нравится коттеджер, конечно, что мой кот в этом году умер, но, как я сказал, год дерьмо. Я буду это много раз повторять. Вот. Поэтому, если вы пропустили Stray, в принципе, игрушка плоская, я рекомендую, что он сейчас стоит 560 рублей, ну да. Да, но ее можно пройти быстро, там, за 10 часов, а я прошел за 20. Почему? А потому, что я любовался окружением, сидя в VR, в 3D, но на большом экране. То есть, это не полноценный VR. И раз мы про это заговорили, есть проект, у меня, кстати, в новостях про это не написано, потому что такой проект. Чуваки пилят, короче, инжектор для того, чтобы запускать любую игру на Unreal Engine, причем, по-моему, на любом VR, они пилят, пока они не сделали. Вот, когда они сделают, это будет прям полноценно тот же самый Stray, ты сможешь там на геймпаде запустить и крутить головой по сторонам, находясь в игре. Ну, как в обычном VR, да, 300 градусов. Пока этого нет, но они разрабатывают, это хорошо. Потому что на Unreal Engine сделано до хрена всего. Вот. А что касается здесь, как запустить, я прошел тот Stray, значит, до 20 часов, потом и прошел флагер с, представьте, с PS3 купил в стиме. Абзи прошел, там, где плавать этим водолазом. Что-то еще там прошел, не помню. А, не помню. Короче, суть в том, что это можно много куда подвязать, и я потом еще купил даже Days Gone, тоже эксклюзив для PlayStation, но уже, короче, там ключик купил, он в стиме есть. Вот. И тот же Century он проверял, когда решает, он сказал, что да, 3D там классно. То есть я с самого разобрался, игра мне понравилась, в принципе, там 2 часа поиграл, обучение прошел, обучающие миссии. Я, скорее всего, буду проходить потом. Буду проходить потом, просто это тут долгая песня, как бы это не на 2 вечера. И вот я буду проходить ее, скорее всего, вот этим вот способом, то есть через решает и 3D. Поэтому, если вы пропустили, то обязательно посмотрите этот ролик. Это вот одна из тех вещей, которые мало кто знает, и я сам про это не знал. Как раз Stray он, скажем так, заставил меня с этой темой разобраться. Это классная тема, потому что, да. Я знаю, что многие ищут, как запустить там в 3D, VR, плоские игры. Вот это для вас. Стало известно, что квест подорожал. Да, квест подорожал. Он раньше был 300 и 400, теперь он 400 и 500. Поэтому, если раньше он на Алике, можно было купить за 25, там особо удач, удачливый его там покупали 1022, за 23. Сейчас он стоит, вот по моим ссылкам, у меня есть ролик, где купить квест. И там есть партнерские ссылки на Алик. Вот я по ним перехожу, а там он стоит 37-40. Это, конечно, ой-ой-ой. Дальше, собственно говоря, вышел. А, стало известно, что Half-Life 2 мод выйдет в сентябре. Да, и он вышел. У меня вот это есть большой ролик, как я сказал. Посмотрите, то есть это реально ощущается как полноценная VR-игра. Если мы говорили про претендентов на игру года, то вот вам VR-мод, Zenit и Каяк. Да, из того, что мы уже обсудили. Посмотрите, там важный момент про то, как накатить 4К текстура. Вышла RedMatter 2. Я вставляю сюда обзор Дэна. Сам я в нее не играл. Народ хвалит графику. Я прошел полностью RedMatter 1. У меня есть обзор. Кому интересно. Второй покупать не стал. Он там стоит почти косарь. Но это такой квест с пострелушками. Дело в том, что... Да, я бедра сификация. Я пока не особо. Ну, не знаю, будет скидка, может куплю. Но я знаю, что народ как бы хвалит графику, хвалит геймплей. То есть, если вам интересна космическая тематика, квесты вот такой вот, то посмотрите на него. И как это... Водится RedMatter 1 было офигенно выглядело на квесте. И вот RedMatter 2 тоже пишу, что задает новый уровень граффити на квесте. Второму. Вот. Так что в этом плане они молодцы. А еще потом под пика версию сделали где-то там еще раз кочеговорили круче. Больше разрешения, лучше текстуры и так далее. Но сам я этого не проверял, поэтому могу вам только рекомендовать. Подарок за стрим. Спасибо. Да вам спасибо, что пришли. Так. Могу только рекомендовать. Дальше. А, но они сказали, что выйдет начать 23 года. То есть, когда-то зимой, не зимой, феврале, наверное, выйдет. Вот эта вот штука. У кого есть, представьте, может покупать. Так. Дальше вот, собственно, тот самый ролик про мету, как настроить новый этот мета-аккаунт. Мета-признан Россией экстремистской организацией. Это вдруг не знаете. И, как я сказал, чуваки на проводных шлемах, которые, может быть, думаешь, их не коснется. Вас коснется. Переходите, посмотрите вот этот ролик. Либо из статьи, перейдите либо просто найдите на канале его. Я сделал сразу, как сказать, что надо это делать. Чутерберг сказал, что квест-про выйдет в октябре. Ну да, выйдет. Классная новость. Охрененная. Так. Дальше, сентябрь. Там все слили утечь этого квест-про. Вот там началось все там бурление про квест-про. Я потом, наверное, сейчас тоже скажу пару слов. А, это, видимо, новость о том, что первое впечатление от PSVR2, где все обзорщики кричат омазинг. Можете посмотреть вот один из примеров, где они кричат омазинг. Ну, как я сказал, мне не нравится наличие приставки. А, кстати, ну, там станция никаких не надо. Мне не нравится наличие приставки. Мне не нравится наличие проводов. И мне не нравятся игры по 5000, поэтому это мимо идет. Тут вот, да, тут вот можете поставить на паузу, почитать, что там лучше являет дисплей, там какая-то суперотдача контроллеров. Ну, вот это все. Я тут же минусы, я пишу, да, тушь. Не-не-не, я Dave Blaine не надо, я не хочу. И здесь, вот, собственно, я ссылаюсь на этот ролик. Почему я не жду PlayStation 2, так что можете посмотреть. В догонку про Pico 4, да, Pico 4, Pico 4, это то, что я сейчас использую, по сути, вместо квеста квеста квест лежит на полке. Про это, наверное, попозже скажу. Бонлап вышел, да, вышел Бонлап, сука. Во-первых, можете остановить ролик, посмотреть мой отзыв. Если прям совсем кратко, но если прямо совсем кратко, что не так с Бонлапом, что не так с Бонлапом, я смотрю недавний обзор очень положительно, это круто, наверное, они пофиксили все баги, которые были у них тогда. Там смысл в том, что вот, может, почитать мой отзыв, я понимаю, что когда в игре бывают баги, вот, например, Лон вышел, да, про него потом скажу, там проблемы были, то что руки задерживались. Ну, бывает такое, разработчики как-то сделали, грубо говоря, его через задницу. Потом они-то пофиксили, но фишка в другом. Эти руки задерживаются, они, ну, они... Это неприятно, но это не ломает прохождение игры. В Бонлапе я словил три бага, которые ломали прохождение игры. Ну, там, самый простой, когда ты на уровне доходишь, там, должна приехать тележка, ты выходишь в этот зал, должна приехать тележка, а тележки нет. Ты такой думаешь, а где тележка? Либо ты что-то сделал не так, либо надо что-то сделать, а сейчас по локации бегал, я ничего не нашел. Что, как сделать? Полез на YouTube, как люди в это играют. А чувак, ну, прохождение смотрю, а чувак там просто заходит в зал, там тележка приезжает, стоит и все, такой, что за хе? Хоть я бегал, блин, убивался. Вот. И таких бы багов было три. В итоге я его не прошел, удалил. То есть, я раньше не думал, что можно наиграть в игру 15 часов, поставить диск, но я поставил. А, ну, здесь будет не видно того, что он кого-нибудь там. Мало того, так, самый прикол то, что они потом выпустили патч где-то через месяц. Через месяц. То есть, вот я перед этим говорил про Half-Life 2 Авиармут. Бесплатный патч, какие-то чуваки там делают. У них было три патча в первую неделю. Здесь это херота, она еще. Я его покупал за 700 рублей. О, номинант на премию Steam. Да, и игрохода. Просто пипец. О, скидочка. Охренеть. Я его покупал за 700 рублей. Они потом подняли цену, сделали 1300. Вы издеваетесь? За вот это недоделанный. Это мало того, что ладно, хер с ним. Баги. Баги. Я не знаю, что там народ стоит. Очень положительные отзывы. Они же там предполагали, типа, тут есть песочница, народ бы делать свои моды. Я не знаю, может быть, там народ делает свои моды. Я не хочу это даже, как это, не хочу касаться этого даже 10-метровой палки, потому что я поиграл в это, честно, 15 часов. Я играл с багами там. Я купил там почти сразу, когда она вышла еще за 700 рублей. За еще 300, я даже не стал покупать и вам, я не знаю, я не рекомендую. Но это геморр. Даже если они поправили все эти баки, там игра состоит, как вам сказать, вот если вы играли в Банворкс, это те же самые рабочие. Там перестрел, вот это все, от этих уровней. Там, наверное, штуки 3. Остальное, это какая-то вот эта вот, как я пишу, там, да, там непонятная дичь. Где-то там на ком-то картинге катаешься, какой-то бонус, еще какая-то херня непонятная. То есть, блин, ну, камон, это не знаю. Вот, если вы говорите, игра года, как я сказал, нет, это не игра года, а вот на провал года оно очень даже классно тянет. Поэтому Банлаб это не мое. Банворкс нормально, если кто-то играл, пропустили, поиграйте Банворкс. Банлаб, даже если они пофиксили баки, это шляпа. Это шляпа. Я не рекомендую. Ой, высказался про это. Так, дальше. Вот, дальше было в октябре, значит, Connect у нас, Quest Pro, который у нас там экстремистская организация, понятно. Они выпускают, значит, этот Meta Quest Pro, да, который стоит полторы тысячи долларов. Ну, сколько у нас там сейчас доллар? 63,70, я сегодня не смотрел с утра. Короче, от херобора за 100 тысяч, да, если так подумать. Из которой мы видим то, что, как я ж подписан в Твиттере на разных людей, разных разработчиков, там Брэд Линч, там Чубак Катриллопая делает и так далее. И они, вот эти люди, то есть не просто какой-то там ютубер, которому прислали на обзор там это Quest Pro, и он кричит омазинг. Вот эти люди, которые покупают за свои деньги эти шлемы, и они говорят, что Quest Pro это кривой оверпрайс. То есть ценник до хера, а толку с этого ни хера, если упрощать. Да, там эти новые, как там, блинчиковые линзы, новые дисплеи, там разрешение, по-моему, как на Quest 2. Серьезно, я когда искал характеристик, я не смог их найти. Вы будете смеяться. Но это так. Угол обзора хуже, чем в Pico 4. Опять же, по сравнению с людьми, я сам не держал этот Quest Pro. То есть, это все стоит полторы тысячи долларов. И вот эти люди, там вот чувак с лоу-хуаем, он писал что-то, типа, как же он там писал, что-то типа, нет, это не для профессионалов, вообще непонятно для чего. И тут же Брэд Линч, он там вроде как не очень, прям это хвалебно об этом высказывался. То есть, вот этот Quest Pro, это очень странная, непонятная, дорогая херота, если так говорить, на чистоту. Поэтому я бы ее, ну, я бы ее брать не стал просто потому, что из-за безумной цены. Но если у вас даже деньги некуда девать, ну, не знаю, индекс, возьмите себя. А вот это просто, ну, это шляпа. Потому что, ну, почитайте обзоры, почитайте отзывы. Это вот, если мы будем говорить про провал года, по-моему, вот Quest Pro это как раз провал года. Все ждали Quest 3, а вышло то, что вышло. Поэтому нет, я даже... Я спрашиваю, то есть, у тебя были деньги купил бы ты. Я думаю, что... Не, ну, как, если бы меня дали просто на халяву поюзать, я, наверное, попробовал бы. Но, как бы, за свои покупать, да ну нахер. Да, 28 октября, невероятная новость. Мой канал набрал 10 тысяч подписчиков. Спасибо всем, что смотрите, лайк, комментируете. Вот это все. Можете посмотреть мое обращение там отдельно по ссылочке, там совет начинающим ютуберам, те, которые я за полтора года вынес для себя. Если кто-то делает канал, или планирует делать канал, может посмотреть. Ссылочка. Ссылочка будет. Ссылочка вот на этот пост будет в описании, там перейдете к ручной видео, чтоб не 100-500 ссылок не делать. Да, Тит выпустил обзор на Pico 4. Первый меня он не впечатлил, он чуть меня не впечатлил. PlayStation выйдет в феврале за 500 срану. Так я сказал, 550 долларов, это сам PlayStation. Сколько там рубли? Тоже по 70. Читаем. Вот 40000 это PlayStation еще приставка 50. Ну, соточку уложите, короче. Такие я заказал потом, да, 4 ноября Pico 4. Можете посмотреть вот этот стрим под фево. Сейчас я тоже вот немножко. Не стрим, а подкаст под фево. Вот. В принципе, все то, что я говорил тут, не имея шлема на руках, оно все подтверждается. Почему я не стал квест-3 ждать? Тут вообще очень непонятная фигня. У них там сейчас с VR парам нездоровая, что-то кармак ушел. У них там доходы падают, акции падают, поэтому... Нет, ну, Квас-3 они скорее всего выпустят, но суть в том, что не факт, что он будет прямо лучше этой пить. Вот про это я в этом подкасте рассказываю. Может, послушайте его, не будут повторяться одну и ту же. Так, 10 ноября вышла Among Us. Я в него не играл. Я вообще не очень понимаю фишки этой игры, но в него играл Дэн его обзор и здесь вставил. Посмотрев его обзор, я понял, что я точно не понимаю фишки этой игры. Типа, ну, нафиг, да? Он там стоит копейки, там рублей 300, по-моему, или 200. Если вам нравится Among Us, обычный, то вы знаете, что он есть VR, можете его купить. Ну, как бы, ну, не мое. Это как VR-чат, все тащатся мне не нравится. Вот здесь то же самое. Ну, а почему это бывает в новости? Потому что это важная вещь, потому что игра очень популярная и многие... Не то, что он обустанет там продажи VR, но просто как бы, ну, про нее все знают. А тут VR-версия, как бы уже какой-то тут прирост есть, да? Вот, вышел Action Loan 17 ноября. Я это добавил. Значит, со слоном интересная история. Во-первых, у меня игра мне зашла, но на старте там была жесть. Если посмотреть вот этот вот ролик, первый взгляд на офигенный Кибербанк, там окружение, все это миссии, все классно сделано. Если вы пропустили этот лон, посмотрите, он стоит там 500 рублей. Фишка в чем? Игру делают три чувака из Австралии. Это важно. Причем иногда они почему-то отвечают с теми на русском языке. Я не знаю, в чем прикол. Ну, хорошо. Короче, когда его купил... Я его купил, не дожидаясь отзыва, потому что я его ждал заранее там счетом. Кстати, вот в том ролике начальном про него не было. Я про него попозже узнал. Они его делали еще до Алекса. Там то ли три, то ли четыре года его делали. В чем логика? Там классно, это Кибербанк Мир. Ходишь там, если взять эмиссии, то выполняешь, значит, сюжетку проходишь. Я наиграл сейчас, наверное, чисел 15. Но на старте там была жесть. Вот эти плавающие руки, херовая работа с оружием и так далее. Но фишка в том, что чуваки выпускают патчи. То есть, в первую неделю они реально выпустили вот несколько... Там запускаешь Steam, и каждый день этот лон обновляется. Одно обновление, второе, третье. В итоге потом они выпустили, значит, как там патч 1.0, когда вот они пофиксили. Там была... Главная проблема была у меня, например, главная претензия была то, что вот эти вот плавающие руки, я про это говорю в ролике. Они это пофиксили. Сейчас это стало играбельно. И я стала полноценно проходить. Я наиграл, наверное, чисел 15. Я прошел где половину игры. То есть, это именно такая полноценная сюжетная игра. Где-то там ходишь по этому городу, тебя отправляют там на задание. Тебе надо там кого-то убедить где-то. И тут важный момент, кстати, я здесь и не будет в этой заметке вставлено. Я потом сделал этот ролик про перевод на пика 4, когда-то можно через ВД-шку на кнопку сделать скриншоты, через Яндекс переводить. Потому что в игре там достаточно много диалогов, и там не всегда понятно, что тебе делать. И я в том числе и поэтому не играл. Это была проблема. Теперь это не проблема. Посмотрите ролик про перевод. Я вставлю. Найдете на канале, короче, один из последних. На пике это очень удобно сделано, потому что на пике есть отдельная кнопочка для скриншотов. Там ты можешь сразу быстренько через ВД-шку это все открыть, перевести. Потому что там были моменты, когда тебе говорят, сходи к чуваку в магазин, купи у него оружие, а ты пропустил этот диалог, например, и ты не знаешь, что тебе там дальше делать. Поэтому такие вещи они фиксят. Вот. А сам этот лон, ну, не знаю, огонь. Я вот прошел половину игры. Сейчас когда уже после всех этих фиксов, там стоит 500 рублей. После всех этих фиксов. Более того, вчера они выпустили, по-моему, обновление, где добавили этот процедурный режим генерированный, когда ты можешь чуваку уходить, стрелять. Сам это пока не проверял, попозже посмотрю. Я потому что шкафу сюжетку не прошел. Вот опять-таки, если вы спросите, да, там игра года. Вот для меня может быть вот этот лон, игра года. Ну, по крайней мере, он должен быть туда номинирован. Просто из-за визуального стиля. Из-за того, как чуваки сделали, игра сделана на Unreal Engine 4, по-моему, если не ошибаюсь. Это все очень классно, круто смотрится. По сравнению с теми, что там космонавтами Among Us, блин, это круто. Мне очень жаль то, что про эту игру мало знают. Поэтому если вы любите Cyberpunk, то обязательно посмотрите. Он 500 рублей стоит, блин, камон. Три чувака делают игру. Причем делают охеренную игру. Я считаю, что они должны быть более известны. Поэтому лон я еще не прошел, но буду проходить. Дальше так забрал Pico 4. Да, я забрал Pico 4 и сделал про него охрену гору видосов. Там уже штук 10 или около того. Можете посмотреть. Есть прям очень коротко. Какой шляп ты используешь? Квест сейчас лежит на полке. Pico 4 я использую. После того, как я поменял там кастомную маску, поставил свою, распечатал. Про это тоже все есть ролик. Ты на канале можете посмотреть. Потому что родной вот этот вот мне она очень-очень неудобна. У меня она очень неудобна. И даже тот же TIT VR, у которого вроде бы европейская версия, он тоже говорит, что маска неудобна. Через час хочется снять. Это правда. Поэтому надо там печатать свое или ждать, пока на Алике появится. Уже на Kickstarter появились вот то, что я хочу. Но Kickstarter ты в России не закажешь. У чуваков Geek VR, у них есть магазин на Алике. Я надеюсь, туда они это завезут. Тогда я куплю там прямо холод такие. Вот в ролике про маску, там два ролика последних посмотрите. Там есть ссылочка на этих чувачков. Я жду, когда они выйдут на Алике. Я тогда закажу себе. А пока я использую свою кастомную. И вот сейчас я прямо вчера я тот же стрим. Вел 4 часа. Я вел стрим в VR. Там буквально не снимая шлема. Там был один момент, когда... Кран был исходить поссать, короче. Вот. А так 4 часа, как бы я, ну, полноценно пользовался вообще огонь. Поэтому я сейчас квест у меня лежит. Квест у меня лежит на тот случай, если вдруг на пике что-то не заработает. То есть, когда я варил про пику то, что... Особенно мне понравилось, когда какой-то мудинь написал, ты говорил, что Пико идеальный, где это идеальность, чуваки. Я никогда не говорил, что Пико идеальный. У него свои проблемы есть. И все эти проблемы, я их озвучил. Вот если вы все эти ролики посмотрите, почитайте статью на сайте, то вы увидите то, что, ну, Пико далеко не идеален. Что брать квест 2 или Пико? Почитайте статью. Опять же, я говорил тут. Идеального шлема пока, к сожалению, нет. У каждого из них есть свои плюсы и есть свои минусы. Для меня критично то, что... Почему я перешел на пику? Это улучшенный, сильно улучшенный угол обзора после того, как я маску поменял, потому что у меня на квесте было 80 на третьем положении самым широком лиц. А на 5-100 есть разница? Есть разница. И эта разница, она видится, в принципе, даже без мерилки, а с мерилкой тем более. Вот. Улучшенный угол обзора и лучшая развесовка на голове. То есть, потому что у тебя квест, когда, как вчера спрашивали, тоже на стриме, типа, как ты чувствуешь квест после Пико-4? Херово его чувствуешь, потому что ты когда надеваешь, ну, у тебя, во-первых, обзор сужается. То есть, как правильно сказали, то, что квест это как бинокль, а Пико это как лыжная маска. То есть, примерно так. И само это давление на лицо, ты когда надеваешь квест, у тебя уже все спереди висит такое чувство, что сейчас у тебя эта штука сломает твои тахало крепление, упадет на пол. То есть, примерно вот так вот. Поэтому сейчас квестом я не пользуюсь, я его пока не продаю. Ну, старей, что в итоге его продам, конечно, ну, что мне солить. Но суть в том, что сейчас вот именно вот те, скажем так, те игры, в которые я играю, там, не знаю, там, Лонни, Резист, вот этот ВДшка, там, пласт игры стримить. Это все на пике работает. То наверняка найдется какая-нибудь шляпа, которая на ней не заработает. Вот для этого у меня пока квест и лежит про запас. А так именно полноценно вот я перешел на Пико. Ну, то ее надо допиливать. То есть, там, менять маску, печатать, придумать там эту основу и так далее. То есть, это свой геймер. Пико далеко не идеальный шлем. У него есть свои к сети. И посмотрите все эти ролики в плейдисте. Прямо он так называется, Пико 4. Но, и даже вот этот последний ролик про тоже там сегодня мне Сенчери кинул. Типа, чувак пишет, а вот квест лучше, где я про черные поля рассказываю. Даже с этими черными полями, когда головой крутишь быстро, я все равно выбираю пику вместо квеста. Почему-то про это чувак не написал. Пошел он, как бы сказать, помягче. Вот. Так что, это не значит, что всем добежать с квеста на Пико 4. Или наоборот, всем новичкам надо покупать Пико 4. Посмотрите мои ролики, почитайте мои статьи. И сделайте вывод для себя. Я никого ни к чему не призываю. Я просто говорю, то, чем я пользуюсь за свои деньги. Так, вышел Хубрис. Да, вышел Хубрис. Опять-таки, я сюда выкладываю обзор Дэна, потому что сам этот Хубрис не играл. Знаете, почему я не играл Хубрис? Потому что ценник 1300. Идите его нахер. Вот. Если бы он сделал 500 ролей, я бы, наверное, посмотрел. И там проблема в том, что народ пишет в комментариях, что он быстро проходит за 5-6 часов. То есть, да, Хубрис это... Я демку смотрел, там классная графика. На фоне особенно вот этих вот уходящих всяких там квестоподелок. Это круто. Как тот же Лон, где там освещение в реальном времени, тенью в реальном времени. Вот это все. Они просто там нарубили кубиков Бицайбера. Но как бы ценниками идут они лесом. Я игры не пирачу, поэтому... Вот. Дэн, кстати, который играл, он что-то как-то ему не очень. Но я знаю, что Медведи Водки, тот наоборот вроде бы в восторге. Пишет там, что чуть ли не игра года. И опять же, почему этого Хубриса нету вот в номинации? То есть, как я сказал, там в номинации игра года какая-то дичь просто. Дикая дичь, из-за чего мне пришлось выбирать... Green Health, который я даже не играл. Вот. Так что Хубрис можете посмотреть тоже в принципе. Вроде бы неплохо, но коротко и дорого. Это все, что я могу о нем сказать. Я сам в него не играл. Resist. Resist, а Resist, это круто. Опять-таки он стоит рублей, наверное, 350. Сейчас, тем более, на распродаже будет. Я прошел эту игрушку на квесте. Это тоже одна из моих любимых игр. И на ПК они подняли графику в разы. Может, подряд этот ролик. И его можно там русифицировать. А там в игре есть сюжет, и там в игре есть квесты. То есть, как тоже такой Человек-паук в открытом мире. Ну, там мир не так уж прям очень большой. Если вы пропустили Resist VR. Монстры, да. Есть такое. Вот. Если вы пропустили Resist VR, обязательно посмотрите. Плюс русификация. То есть, я сам вот сейчас, когда я закончу с Лоном, а когда я с ним закончу, непонятно. Там, потому что еще начало на 15. Я тогда попробую перепройти Resist. Я начал по первой миссии играть. Потому что я когда у него играл на квесте с худшей графикой и без перевода. А теперь его можно русифицировать. И там графика лучше в разы. Поэтому там как Человек-паук летаешь на этих вот херовинах и там пуляешь. Не знаю. Мне зашла очень игра прямая. То есть, тоже она очень малопопулярная. Что меня дико бесит. Вот когда вот такие вот вещи. Это реально классные игры. Про них никто не знает. Вот. Я вам про нее рассказываю. Потому что пропустили. Обязательно там, не знаю, за 300 рублей. Ну, единственное, что если вы не новичок. Если вы новичок, конечно, сблюете прямо с этим резистом вместе. Да, и вот тут, собственно, 17 декабря стало известно, что Хармах ушел из... Как Хармах ушел из VR. Короче, он сказал, что будет там свой стартап про искусство интеллект делать. А здесь получается все это печально. Классный дядька, которому надо сказать спасибо за квест-2 и за все остальное. Но печально это все, короче. Вот так вот. Такой вот год. Год дерьмо. Год дерьмо, как я сказал. Игр новых не очень много. Ну, имеем то, что имеем. Надеюсь, что следующий будет лучше. Что я жду от 23-го? Как я сказал, лоу-фай. И, наверное, все. Ну, ходячий, который вторая часть. Честно говоря, я и первый не прошел. Как бы я начал. Хорошая игра, я не оспариваю. Классная игра, но я что-то там несколько часов поиграл и забил. Поэтому, как бы, вторую часть. Я знаю, что на квесте народ играет. Причем там все очень криво на квесте. Но на ПК, наверное, будет лучше. Вот. Поэтому ходячих я особо не жду. Вот лоу-фай и, наверное, все. Я даже не буду записывать отдельный ролик про то, там, вот, в том году дел, да, ожидаемые игры. Я не буду записывать отдельный ролик. А всех нету, потому что. Что там ожидать? Ни хрена. Это не значит, что там VR-фридиси, там, крупных игр нету, да. Но у меня, например, просто вагон непройденного всего сейчас. Непройденного сейчас. Это вот я с ним открыл. Пожалуйста, лон. Тут я сколько-то буду играть. Сколько в него наиграл? Кто лон на играл? Ну, видеть. Много. Вот тут самое апдейт, да? А где они добавили еще процедурную генерацию? Это вообще капец. Это круто. Вот. Лон. Потом резист. Потом, наверное, я все-таки пойду Half-Life 2 мод. Потом надо с Деном когда-то доиграть. Вот и Вейжен. На этом прошли две миссии. Там всего 9. Внух Half-Hallner, я не знаю, буду ли в него играть. Есть тоже ролик. У меня один на канале, там, на Орлах летать. Вместо Евротрека, может быть. Вот. А из плоских игр, которые через решение запустить. Вот Дейсгон поставленный. И куб. Вот этот вот. Ну, я люблю головоломки такого рода. Вот. То есть, даже если в следующем году ни хрена не будет, а судя по тому, что мы видим, там ни хрена не будет. Как по мне, например. Там все ждут охотникового-то привидения. Не знаю. Я их не жду. Там какая-то срань, по-моему, судя по трейлеру. Что-то еще там было. Народ ожидает. Я, короче, не знаю. Поэтому вот, когда там просят, что ты ждешь ожидаемые игры, там проблемы нету их. Нету их. Нету. Нечего нам ждать. Мне, по крайней мере. Вот. Ну, буду проходить то, что есть. Опять же, возможно, выскочат какие-то внезапные вот эти вещи, там, из воздуха. Ну, узнали про лон? Ну, стопудово. Диос процентов, которые смотрят этот ролик, не знаете про этот лон. Про резист вы не знаете. А для меня это охрененные игры. Вот. Поэтому, может быть, вот что-то такое выскочит из воздуха и будет прям вау. А пока имеем то, что имеем. В принципе, наверное, на этом все. Надо завершаться. Как раз на час я наговорил. Кто что-то не понял, что-то пропустил, переходите по ссылочке в описании на новости от виртуальной реальности за 22-й год. Там все эти ссылки, ролики найдете сами, я думаю. А я, пожалуй, буду заканчивать. Да, обязательно посмотрите стрим. Обязательно посмотрите новогодний стрим наш вчерашний с Деном. Там прямо очень все было круто, по-моему. Спасибо всем тем, кто пришел. Спасибо тем, кто оставил лайки, там, комментировал и так далее. Это очень круто. Это долгая такая четырехчасовая тема, где мы обсуждаем там всякие разные вещи VR-ные. Если это там, как сказать, там куча информации, даже просто посмотреть со сторонним человеком. Вот. Прям очень здорово вышло. Мне понравилось. Будем ли повторять? Не знаю, посмотрим. Когда-нибудь, может быть, будем повторять. Вот. Если вам нечем заняться, вот, зайдите на канал, там, трансляции, выберите, посмотрите. Я же говорю, сейчас я ролик допишу, я самому надо будет досмотреть. Ничего, два часа. Два часа я посмотрел вчера, еще два часа надо посмотреть сегодня. Вот. В принципе, у меня на этом все. Такие вот итоги года. Вот дерьмо, ну, хули делать. Подписывайтесь на канал, переходите на сайт VR419. Можете поддержать мою финансовую, если хотите. Ссылочка будет в описании на YouMoney Донаты, да, Яндекс.Донаты. У меня на этом все. С вами был Павел 419. До новых видео. Всем пока.